Для создания окна нам с вами понадобится траектория в виде прямоугольника, который будет идти по контуру оконного проема и сечение коробки, которая здесь также из автокада уже заранее присутствует. Так, для создания прямоугольника нам понадобится с вами привязка. Опять включаем привязку, настройка остается та же самая. Единственное, для того, чтобы нарисовать прямоугольник по стене, нам придется мало того, что включить инструмент ректангл, нам нужно будет еще включить автогрид. Это специальное значение, которое помогает распознавать поверхность, по которой будет создаваться плоская форма. В данном случае нам нужна поверхность, которая вертикально расположена по отношению к полу. Так, если мы возьмем с вами ректангл, включим автогрид и достаточно подвести мышку к углу нашего проема. Щелкаем. Видите, появляется сетка, которая находится уже вертикально, а не горизонтально. И вторую точку устанавливаем с противоположной стороны оконного проема. Все, все на месте. Теперь остается только применить так же модификатор SWEEP. USE CUSTOM PICK. Щелкаем по сечению. И вот, пожалуйста, все на месте. Осталось только разобраться, правильно ли легло у нас сечение по отношению к оконному проему. Так, ну, во-первых, оно легло неправильно. С точки зрения размещения нам нужно разместить ее вот именно таким вот образом. Так, да. И отзеркалить, чтобы рама оконная смотрела внутрь открывалась, а не наружу. Для этого можно воспользоваться Mirror on XZ Plan. Все нормально. Осталось только чуть-чуть погрузить в стены. Ну, для этого можно воспользоваться смещением по оси X, допустим, миллиметров на 10. Все, все нормально. И после всего, когда мы это закончим, просто подвинуть наш оконный блок в глубину сцены, то есть туда на улицу немножечко, чтобы подоконник у нас был побольше. Можно ориентироваться, в принципе, по подоконнику, вычерченному также в автокаде и импортированному в 3ds Max. Так, что он может совпасть именно с ним. Видите, так, чтобы он немножечко прикрывал нижней частью. Так. Если мы хотим, чтобы у нас была не одна створка, потому что окно достаточно большое, нам придется немножечко с ним повозиться еще. Давайте это сделаем. То есть правой клавишей щелкнем по нашему полученному свип-объекту и, скажем, Convert to Editable Poly. Далее. Так как мы знаем, что дверной блок у нас, вернее, оконный проем у нас 2 метра 2000, значит на метр мы можем вполне уменьшить эту створку. Для этого мы перейдем с вами в под объект вертекс. Выделяем правую часть окна и инструментом перемещения по относительным координатам минус 1000 миллиметров. Вот мы уменьшили наше окно. Дальше производим зеркальное отражение его. А можно воспользоваться модификатором симметрия. Вот у нас симметрия. Так, flip. Если он смотрит в другую сторону, так может пропасть совсем. А так вот, видите, получили симметричное отражение абсолютно. Это единый уже объект. Если мы его сконвертируем опять в полигональную сетку Convert to Editable Poly, то вот у нас уже оконный блок полностью готов. Не хватает только ручек и стекла. Но в 3ds Max стекло обычно не делается для того, чтобы свет свободно проходил сквозь оконную раму и попадал в помещение, чтобы не делать лишних просчетов. Теперь мы копируем его. Соответственно, создавая копию можно через склон. Копия. Окей. А потом переместить его по оси Х. Так, получается 2000-3000. По относительным координатам на 4000. Все. Так, кажется, я ошибся немножко. Так, не на 4000 надо было. Так, на полметра лишних. Значит, по Х минус 500. Вот так. Все. Оконная рама у нас готова. Можно их выделить и назначить на них также материал белый, который у нас идет из и для карниза, и для потолка. Все. Осталось только сделать дверной блок. Для создания дверного полотна нам понадобится спрятать наличник, включить привязку объектную, настроить ее на Endpoint. Так, и еще необходимо будет выбрать прямоугольник и включить автогрид для распознавания плоскости. Так, теперь можно нарисовать прямоугольник от угла до противоположного угла. Чтобы дверное полотно оказалось на 5 миллиметров меньше, чем дверной проем, мы зайдем с вами сейчас в закладку Modify и изменим размер Length и Wide, то есть длину и ширину полотна. Значит, вместо 2100 выберем 2090. Так, а White вместо 900 сделаем 890. Таким образом по 5 миллиметров с края мы убрали. Теперь можно приступить к созданию самого дверного полотна. На этот раз мы применим с вами опять тот же модификатор Swip, что и применяли для наличников, карнизов и плинтусов. Хотя мы могли вполне выполнить привычным для нас инструментом для этой задачи Beow Profile. Но дело в том, что Beow Profile не совсем корректно разложит именно на дверном полотне текстуру, если в автоматическом режиме раскладывать координаты. Поэтому мы с вами попробуем это дверное полотно сделать инструментом Swip. Давайте попробуем это сделать. Давайте применим модификатор Swip. Далее выбираем Use Custom Section, Pick и щелкаем по сечению. Дверь оказалась больше, чем дверной проем. Мы его должны будем сейчас уменьшить. Для этого зайдем в Swip Parameters и по X сдвинем на минус 100 миллиметров наше сечение. На 100 миллиметров. Почему? Потому что длина самого сечения 200 миллиметров. И так как в свипе центральная точка сечения становится на траектории, поэтому получилось смещение на 100 миллиметров. Вот мы их и вернули назад. Обязательно нужно включить, генерировать координаты карт. Зайдем в редактор материалов. Так, и скопируем материал наличника на соседнюю ячейку, переименовав в дверь. Так, и назначаем на дверь. Так, все отлично. Посмотрим, нормально ли легла у нас текстура. Это вроде похоже, что нормально. Можно было оставить его, этот материал. Так, все отлично. Теперь необходимо заполнить в середине пустоту. Для этого мы перейдем в контекстное меню и выберем Convert to Editable Poly. То есть преобразуем в полигональную сетку нашу дверь. И заполним пространство в подобъекте Border. Выделяем. Можно с двух сторон. Мало ли дверь придется с обеих сторон наблюдать. Поэтому закроем отверстие и там и там. Выбираем два подобъекта. Так, и нажимаем на клавишу Cap. Таким образом мы закрыли отверстие и переходим в подобъект Полигоны. Далее выделяем эти два полигона. Видите, я предварительно выбрал инструмент Select Object. А то я мог бы просто подвинуть эти полигоны. Так, и применяю модификатор UVW Map. Так, все нормально. Единственное, повторяется часто эта текстура. Так как в материалах координаты были выбраны Тайлинг 1 и 5. Поэтому пять раз повторяется текстура на полигоне по длине и один раз по ширине. Нам нужно будет сейчас изменить этот параметр. Допустим, здесь выбрать не пять, а единицу тоже. Так, единица получается немножко вытянута. Давайте увеличим двоечку. Ну, так будет на лучшее. Да. Так, все. Go to parent. Правой клавишей по UVW Map. Collapse All. Все как обычно. Все, дверь закончили. Можно теперь показать все, что у нас там имеется. Так, и карниз на месте. Давайте потолочек пока спрячем. Все хорошо. Хорошо. Продолжение следует...